Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface! Здорово, рачевня! Здорово! Как ты эту карту вообще нашел? Ой, ты знаешь, не без труда, но все-таки нашел. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Маркет, а также Капитан Очевидность. Играем в Warface, играем с Макмиланом по просьбе подписчика. Его просьбу я не успел исполнить на стриме, но думаю, почему бы и нет. Продемонстрируем всю мощь этой винтовки. И специально для вас есть у меня отличный анекдот. Целия Марковна, почему вы избегаете вопросов о своей национальности? О, не хочу, чтобы кто-то завидовал. Мне кажется, игра с Миланом на мясе сегодня это сплошная боль. Кап, я, знаешь... Да, вообще-то да, это больно. Ха-ха-ха, что там говорить? Но! Я искал этот лес минут, наверное, 7. Кое-как нашел. Верный глаз. Эх, сука. Кап, не надо... С самого начала ты какие-то, сука, нигде звуковые ставки ешь. Какой верный глаз? Ну, промахнулся, накувает. Тут как бы баланс нормальный, поэтому тут должно ваншотить. А вообще как бы... Обнаружена дополнительная хромосома. Пошел в жопу, сам ты хромосома, сука. Так. Эх, бля-бля, Кап, ну ты... Ты сделай скидку. Я снайпером года 2, наверное, уже вообще практически не... Хэтшот, бэйби, you got owned. Тем не менее, вот так вот. С бачином, рачином. Благодарю, Нарина. Хорошо пошло. Вот так вот, моя сладенькая. Та-та-дам. Рампидом. Так. Ну, давай проверим. Слушай, пока одни ваншоты. Ну, неудивительно, пацаны почти в деполке, поэтому все хорошо. Кстати, друзья, часто спрашивают, типа, что там за баланс, автобаланс? Не, на самом деле, если я сейчас пойду на пригород... Да, сука... Там будет совсем другой баланс. Просто, если карта долго ищется, то баланс не учитывается. Закидывают всех в одну комнату. Ну, вы и сами понимаете. Очень сочно идет. Давай. Да, не... Бля, и букешка, но если б я не знал, что это ты, я бы подумал, что какой-нибудь капитан Титаника катает. Ну, да, 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 Кэм, да. Очень остроумные шутки, знаешь. За шесть лет они вообще никак не изменились. Ну, в принципе, как бы, совершенство не требует изменений. Как раз вот шутка про хромосому идеально бы зашла тебе. От правды ты не уйдешь. Вот так, деточка, да? Ребятки, хорошие мои. Блин, обожаю карту леса. Она такая душевная все-таки. Одна из первых карт в Warface. Да. Да, ну как, не попал же вроде... О, вот другое дело. Чуть-чуть, чуть-чуть не получилось. Ну, ты такой прям успешный. Не хочешь на РМ сходить с ним? Не, не хочу. Я уже вчера сходил на РМ с этим Макмиллоном. Больше 50% от него аншот. Не, говорят, кстати, золотой Макмиллан ваншотит. Даже современную броню. Но, чё-то скажу, я не проверял. И, как бы, вопрос сложный. Макмиллан хорош вот тут, ребят. Ну, так вот чисто. Рамбишечки, паблики, редкие карты. Это самое то. Вот с таким обычным Макмилланом идти на РМ... Дело, прямо скажем, ну, не самое благодарное. Я вам строго не рекомендую. Да и зачем надо? Сегодня есть СВ-98. Просто лучшая винтовка. Да, 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 да. Хорошо. Да, да, детка, даблкил. Мультикил. Это лучший день в моей жизни. Ха-ха-ха. Почему это? Потому что, как... Хэдшот. Хэдшот, бэйби. Вот так минус онлайн и получается в игре. Да, потому что без соля, получается, вот, сука, опять нагнула. Лучший день в моей жизни, потому что я стараюсь сделать так, чтобы каждый день в моей жизни был лучшим. Вот так вот, так и надо жить. Стараться к этому стремиться. Вот так, моя сисястенькая. После солярия только вышла горгонка. Кстати, о горгонке. Горгонка-то не работает. Народ бомбит. А мэйл, мэйл выпускает какой-то пост, типа там. Сами виноваты, короче. Кто-то фармил, кто-то нечестно что-то набивал. Наша хата крайняя. Но мы-то знаем. Я предлагаю ввести в игру снайперку, которая будет стрелять дробью. Кстати, вот креативная идея от Кэпа. Разработчики, снайперка, которая будет стрелять дробью, то есть по площади. Я только за. Медики оценят. Ну, в принципе, килл-как есть практически то же самое, но теперь надо снайперу такое ввести. Шутка нет. Давайте, правда, медику ведем в очень дальнобойный дробовику. Болтовку, короче. И чтобы он стрелял именно дробью, не пулей. Вообще идеально будет, я считаю. Я буду, я выбивать буду, по-любому отвечаю. Ну, мне знаете, я все годное оружие выбиваю. Всегда самое годное выбиваю. Так. Минус семь. Минус восемь, детка. Э, блин, кто забрал моего этого? Вот так вот. Это мой регулировщик. В форме регулировщика или кого там, строителя. Блин, ну, блин, ну так досадно, сука. Сейчас бы хэдшот был. Почему не получилось-то, а? Да-да-да-да. Давай. Есть мой сладкий полетел. Давайте, ребятки. Это разборка пизожка. Ах, это маслина между помидором. Ребятки, где вы? Ту-ту-ту-ту. Ого, ну ты прям как памятник встал. Так. Есть. Да, ну. Нет, это. Это моя. Сука. Иксуху спамит. Иксуху спамит. И все понятно с тобой. Блин, хорошо, что-то и блэкуда нет. Если сейчас у кого-нибудь был блэк, вот была бжоба. Дабл-кил. Музи-кил, детка. Эпик пошел. О, смотри-ка. Не ваншот. Вообще не ваншот. Нокдаун пошел. Ну, представьте себя, ребята. Макмилон даже вот с такими ребятами, у которых не самая мощная снаряжение. Но, блин, не стреляй в спину, я с вами разговариваю. И то в спину может не ваншотить, короче. Да? Что говорить о там каком-нибудь синдикате, блэквуде? Нет. В чем, знаете, самое интересное? Как-то так оно все незаметно поменялось. Еще совсем недавно. Еще буквально, ну, наверное, годик назад, даже меньше. Ну, около годика. Макмилон жарил, будь здоров. Вообще насрать. Ну, просто, видите, как-то вот у людей привычки вкусы сменились. Раньше, даже при наличии более-менее уже годной брони, большинство ее не брали, эти сеты. Люди бегали, ну, там, магма-шлем, питон, вот такое все. И, в принципе, Макмилон, ну, не всегда, но чаще всего ваншоте. И годно, годно было, глубоко и надежно с ним. Вот так вот. А сейчас вот таких пареньков в боевом сете, типа такого чего-нибудь, вот их можно нагибать, да. Вот таких вот девочек с копкой, вот таких вот голубчиков. В принципе, нагибать можно. Но, вот я говорю, только паблик и желательно редкие карты. Куда обязательно, кроме вас, закинет десяток ежиков и ромбов. Тогда нормально идет, тогда нормально, прямо, ну, в принципе, я вообще люблю играть в таких комнатах. А что, других не осиливаешь? Нет, Кэп. Да, окей. Других тоже нормально играется, отлично, первую лигу беру. Просто вот здесь она жизнь в Варфейсе, я уже говорил об этом. В этом сок. Все эти разговоры там, то, сё, пятое, десятое. В нагибе сила, в нагибе кайф. Вот так вот. Чувствуешь себя просто, не знаю, королем мира. Радуешься. Свежий воздух, зелень, балканы. Ромбишечка нагнут. Где ты, мой хороший? Вот он! А вот этот хитрожопый парень, который иксуху постоянно. И вот этот тоже. Этот сильный, кстати. Этот могет. Но ничего. Мы-то тоже могем. Бля, если бы еще попадал, все-таки, да. Нет, тихо. Тихо, тихо, тихо. Не надо, сука, не убивайте. Есть! Наказан! Ну, давай под конец. Есть! Ну, вообще, пацаны, короче, все вкусили, вкурили. Они теперь по этим, по углам, блин, шкерятся и все. Да, ну как не попал, так? Не, снайпер не мое, честно. Не, на самом деле мое, когда я часто играл снайпером, я как бы мясорубки на раз выиграл, даже на пригороде. Но что-то, как-то, я не знаю, ну какой-то скучный класс. Им быстро надо это играть. Вот, отыграешь, там, 2-3-4 мясорубки, даже если победишь. Потом уже как-то, даблкил там, как бы, мультикил уже так не хочется. Вот! Не мое. Медикам оно намного приятнее. Инженерам тоже. Штурмовиком, в принципе, тоже ничего. Скучнее, чем снайперам, играть мне только с Эдом. Вот, это два самых скучных класса для меня. Я очень мало играю снайпером, почти не играю. И совершенно не играю с Эдом. А он меня вообще не интересует. А вот что меня интересует, это вот это вот сейчас. Иди-ка сюда. Да ну, блин, не забивай, сколько у меня личный счет и буль. Ладно. Ромбогедон состоялся. Согласен. И состоялся, кстати, весьма и весьма успешно. Вот, это стихия Макмиллана. Ромбишечки. Бестоп-снаряги. Сами понимаете. Сами все видите. 69 фрагов. Три хедшота, где ЮАС ОУН 2.6 играли. Меткость вполне годную показали. Если серьезно, то Макмиллан, друзья, сегодня онли фор ромбы. Полфор, так сказать, маслочизация. На более серьезные замесы брать его не советую. Но, тем не менее, вдруг данное видео вам понравилось. По каким-то причинам. Всякое бывает. Возможно, ваши волосы стали мягкими и шелковистыми. Зубы белыми. Фигура подтянутой. Мускулы мощные и упругие. Тогда ставьте лайки. По желанию. Как хотите. Яйки чешите обязательно. Без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте все. Увидимся. Пока.